Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача Владимира Антипенко, Театр поэтов. Я ее ведущий, поэт Арчит. И у меня в гостях, собственно, сам Владимир Антипенко, который автор и основатель этой передачи, и Артем Суслов, поэт. Здравствуйте. Говорить мы сегодня будем в основном о премии. Премия имени Хлебникова. У меня в студии не просто два поэта, а ее директор и член жюри. И я, кстати, тоже член жюри. Арчит, премия называется «Послушайте имени Хлебникова». Хорошо. Ну, директору виднее. Президенту. Тем не менее, отступать от президента. Тем не менее, мы не будем отступать от традиций. И начнем со стихов-визиток. Начнем с вас, Владимир. Пожалуйста. Природой светятся глаза, живое чудо. В парадной бьется стрекоза из ниоткуда. Из никуда летит стрела, фетиш амура. Опять свидание проспала моя фигура. Июль гуляет главарем, жара густая. Нигде нагрелся водоем, любовь пустая. Проспал всего лишь пару лет, а в парках пони. И никогда смеются вслед моей персоне. Спасибо. Артем? Вы не будете арчить? Нет, я не буду арчить. Арчить, что сказать? Я ведущий, я не читаю. Ноябрь прорвется и зальет. Все месяцы жары всей жизни. Но лестницы своей держись. Там, в самом хрупком месте взлет. На дальнем брошенном пролете. Ступень и вдруг обрыв на снег. Но ты поймешь, что ты в полете, где более, не нужен свет. Благодарю. Ну и теперь к делу соображать на троих. Да. Наверное, начнем с вас, Владимир. Вообще вам как, непривычно в белом кресле, а не в черном? Ну да, сегодня вот впервые мы с Арчетом встретились в иной роли. Потому что обычно либо я веду программу, либо ты, да, Арчет? Да. А сегодня я попросился к Арчету в программу, имеется в виду, в качестве гостя уже, как поэта. Ну и, собственно, как президента Всероссийской премии, послушайте, имени Велимира Хлебникова, в 2012 году вручать будем в гостином дворе. Спрашивайте. Какой вы хороший гость. У меня такое ощущение, что вам вообще можно не задавать вопросы. Вы, походу, так раз и начнете сразу рассказывать. Конечно. Но, в принципе, вы пришли ко мне в передачу, боже мой, вы пришли ко мне в свою передачу, потому что вам есть что сказать. Да. Давайте вы просто скажете то, чего хотите, а потом я буду задавать вопросы. Вам это вполне логично. Есть еще у нас Артем, Артем. Да. Ну, все-таки начал бы я с вас, исходя из тех соображений, что вы как директор премии должны... Президент премии, президент. Хорошо. Я президент премии, послушайте, я президент фонда поддержки современной поэзии, театра поэтов. Единственное, я не президент театра поэтов, послушайте, вот именно реального. Вот, понимаешь, вот я президент, ребята, понимаете. Скоро буду президентом России. Вот. Как президент, дайте общую информацию про. О, значит, господа, огромное, я бы сказал, даже великое событие произойдет в городе Наневе, а именно вот 9 ноября, в день рождения Велимира Хлебникова, будет торжественное вручение премии. Послушайте имени Велимира Хлебникова. Значит, в этом году все это будет происходить при поддержке Комитета по молодежи Санкт-Петербурга и также еще вот много-много чего у нас есть, я потихоньку это расскажу. Но самое главное еще, кстати, вот буквально неделю назад, может меньше, телеканал ВОД тоже стал партнером нашей премии, собственно, спасибо Алексею Лушникову. И Алексей Германович, он в жюри нашей премии, и также он, Артем, ты еще не знаешь, он, Алексей Германович, тоже предоставит картину в приз нашей премии. Алексей Германович, он же художник. Да, а ты не знал, что Алексей Лушникова художник? О, как. Хорошо. Дальше, потом расскажу. Окей, а вот что имеет вообще сказать об этой премии Артем? Ну, единственное, что сейчас знаю я и телезрители, что ты являешься членом жюри. Ну и как? Я так понимаю, что ты один раз им уже был, и как впечатление? Один раз был членом жюри, я отдал все голоса тебе. Ну, это потом... Надо добавить, что ты еще первый триумф лауреат в 2010 году. Нет, ну почему я и был членом жюри, потому что членами жюри становятся триумф лауреаты, главные победители этой премии. И вот, собственно говоря, что я могу сказать про этой премии? Для меня это премия, я готов ей помогать всячески. Это высшая, скажем, высшая цель моей миссии, кроме как писанина стихов и какой-то прозы, а высшая цель моей миссии, это как-то расширять культурное пространство и родного города, и родной страны в частности. Поэтому эта премия соответствует как раз моей цели расширять культурное пространство, расширять пространство для того, чтобы авторы могли не писать в стол, если они хотят не писать в стол. А почему ты считаешь именно эту премию такой важной? Все-таки поэтических премий не одна. Их очень мало. Ну вот сколько ты думаешь поэтических премий? Ну я сходу, правда, без конкретных названий знаю, ну три. Это очень мало. В Чехии в одной только, ну вот, может быть, зрители даже не знают, в одной Чехии больше 20 крупных премий. Только три премии Франца Кавки. Да, и все три являются аналогами Нобелевской премии, ну по уровню, да, по престижу. У нас такого количества премий нет и не за денег, да, потому что деньги не дают авторам, а потому что наши премии, они, во-первых, очень сильно прогибаются под олигархов. Сторонние премии я пока не буду называть, хотя когда-нибудь обязательно прочитаю этот список. Во-вторых, они, некоторые просто не существуют. Нету премии Бориса Пастернака, она в 2010 году умерла. Умерла премия Аполлона Григорьева, значит, умерла премия, не родилась, вернее, умерла премия Чингиза Этмата, ну и так далее. Слушайте, как хорошо не быть ведущим, а? Сидишь и слушаешь, ни за что не отвечаешь. Дело в том, что, господа, я хотел сразу, кстати, отметить по поводу вашего разговора про премии. Премия, послушайте, имени Вильмира Хлебникова, это единственная премия в области литературы, да, которая дается не за стихи поэтов, да, которые вот стихи, что поэты там написали хорошие стихи, и вот за эти стихи, за то, что они их написали, значит, дается вот эта самая премия. А именно за то, что как поэт проявил себя в обществе. Это публичная премия. И, ребята, вот здесь вот сюда гвоздь забейте себя, кто там иначе считает. Мы не литературная премия, еще раз повторяю, мы публичная премия в России, поэтому у нас в жюри публичные люди разные. У нас Юрий Шевчук согласился войти в этом году, он, кстати, уже получил досье, вот Елена Вишня ему передала, Юрий взял их с собой в турне, он сейчас куда-то уехал там. Вот, он приедет в ноябре. У нас Александр Друзь в жюри, у нас Анвар Либабов в жюри, у нас очень много разных. Ребята, вот в интернете наберите премию «Послушайте имени Хлебникова», и там выскочит, кто у нас в жюри и что. Я просто сейчас не хотел бы акцентировать на этом особое внимание. Кстати, вот Никас Сафронов, художник, он тоже у нас в жюри. Алексей Лушников, основатель телеканала «Вот», тоже у нас в жюри. И так далее, и так далее. 50-50 членов жюри у нас, ребята. Герой России у нас Дмитрий Полковников, вот, тоже согласился в этом году. Елена Дропека. Ребята, я сейчас буду 50 человек, давайте 50 человек буду перечислять. Это люди, которые в каждой своей области достигли какого-то результата, имеется в виду в обществе, да, проявили себя как-то вот публично. Поэтому они имеют право судить публичные дела, дела поэтов. Не стихи, еще раз повторяю, дела поэтов, которые поэт совершил со своими стихами. Какие акции он, собственно, ручно сделал? Не только участвовал в чужих, но сам сделал. Значит, какие, ну, вот, акции, перформансы, какие-то вот интернет-ресурсы, которые продвигают. И самое главное еще, что в этом тоже могут участвовать и другие поэты в его делах. Это еще более усиливает, как бы, если вот человека судить. Да? Вот. Ну, хорошо. Вот. Я же сказал. Спрашиваю, что там дальше. А давайте вы мне стихи почитайте. Давайте. Ну, вернее, не мне, а нам. Владимир Антипенко. Дайте поэту денег, он их пропьет с горя. Дайте поэту денег, купит себе ботинки. Дайте поэту денег, станет поэт богаче. Дайте поэту денег, поэту без денег плохо. Дайте поэту денег, может, стихи забудет. Дайте поэту денег, уедет поэт за границу. Дайте поэту денег, станет поэт богаче. Дайте поэту денег, а то понапишет такого Кстати, в контексте премии вполне Ребята, меценаты, поддерживайте премию И вот я, кстати, хотел сказать по поводу меценатства Ребята, вот вы знаете, случилась удивительная история В этом году продюсером премии стала Ольга Король-Бородюк Это известная деятель Петербурга Она проводила немало фестивалей Я позову сюда обязательно разных-разных-разных И благодаря Ольге, в общем-то, у нас состав жюри очень много наполнился И также вот она придумала идею Она придумала, чтобы в приз, в главный приз премии Предоставили художники свои картины, работы И когда мы... сначала мне показалось это Думаю, что художник будет, давайте картины А когда я обратился к художникам Когда мы начали это дело развивать Оказалось, что художники с удовольствием участвуют в этом процессе И предоставляют в нашу премию Вот у нас сейчас 12 художников, 12 картин Удивительные работы, причем самые именно показательные Свои по творчеству, по уровню и так далее Вот я, знаете, вот я все-таки хочу сказать этих людей Потому что спасибо, господа художники Спасибо вам огромное Александра Невская, Саша Невская Наша вот художник, но она еще и поэт Анастасия Нильская Всех этих людей можно в интернете найти Анастасия Нильская Боб Кошелохов, это дедушка советского авангарда Русского, ну российского теперь уже Борис Филиппов, Борис Борисович Он рисует нам огромную такую большую работу Еще он предоставил картину для нет-лауреата То есть у нас еще интернет-голосование идет в премии Владимир Горохов, художник такой примитивист Ну удивительно, такой он натюрмортер такой подарил, очень красивый Владислав Прилепский, Евгений Антипов, Илья Жигунов Это вот тот самый Илья Жигунов, гуру-лауреат премии Он сейчас вошел опять же в жюри, теперь в этом году Единственный гуру-лауреат пока Почему? Второго Мария Агапова вообще А, Агапова еще Инна Зюзина, художник Лена Данилова, она из Волгограда Уже про картину, мы ее уже сейчас, вот уже она у нас Никас Сафронов, московский, российский, да, художник И потрясающая картина И кстати, благодаря Артему Суслову, в общем-то, отчасти и картина это у нас Вот Никаса Сафронова, потому что, когда я договаривался с художниками Ну, я уже договорился, мы заявили, что у нас будет 10 художников И когда вот эти 10 художников уже были, мне позвонил Артем Говорит, ну как там, дела с премией Я говорю, ну вот у нас есть 10 художников уже, там все договорились Вот, Артем говорит, а давай вот какой-нибудь, совсем какой-нибудь известных таких вот Ну, как бы вот, можно сказать, ну, обывателя, да, вот так скажем Художников Я говорю, Артем, ну у нас такие творческие, талантливые, сильные художники Вот, чем мы будем там, это, мне как-то было так, ну так вот, как-то так думаю А Артем вот взял и преодолел эту мою слабость, вот И взял, позвонил в мастерскую Никасу Договорился о том, что я им позвоню Я туда позвонил в мастерскую Они согласились, Никас Сафронов в жюри, значит, согласился войти Но непонятно, с кем я беседую, кто, а вдруг это что, да Я позвонил тут же, в этот же день Арсению Молчанову, Арс Пегасу, нашему поэту, который в Москве Тоже лауре Да, и говорю, Арс, ты не знаешь эту историю, Арсен Я говорю, Арс, да, он в шорт-листе, если мы еще озвучим Пожалуйста, сходи вот в эту мастерскую Сходи, там вообще Никас Сафронов вообще живет Там есть вообще кто-то из тех, с кем я общаюсь, неизвестно же И в этот же вечер, в этот же день Арсений сходил Лично с Никасом они выбрали картину для нашей премии Никас подписал ее Причем еще подписал альбом, где написал художнику слово От художника живописи, ну, вот что-то такое Ну, это все в интернете тоже можно обнаружить Это вот почему, ну, в принципе, начальный толчок все-таки дал, как бы, вот Артему Суслину А давайте на него и переключим Огромные секунды, я договорю Ну, давайте Пожалуйста, ребята Картина называется «Утренний сон об Италии» Да, нельзя, еще вот Олег Прегнер, Олег Прегнер тоже картину, причем предоставил, которая тоже какая-то там где-то победила в очень удивительных конкурсах Ну, а теперь вот можете прожить старте И, нет, Владимир, ты еще забыл, что про прогулка на самолете для поэта и музы значится в премии Да, но я сейчас про художников говорю Да, то есть премия, я хочу подчеркнуть, обязательно сказать, что На спортивном самолете журнал Овоська предоставил приз Да, и что не суть в том, что именно вот этот приз, а суть в том, что премия Хлебникова приз такой, который нельзя обмерить деньгами Ну, как бы и можно, но как бы и без церкви Ну, как бы и нельзя, то есть автограф Хлебникова или вот имени Марчина назвали улицу Да, в малом поселке Петербург, в малом Петербурге Да, то есть это нельзя размерить деньгами Ты стих от меня хочешь, да? Я хочу от тебя стих как минимум Так, ну я прочту сейчас короткий, а потом еще длинный Ну, после разговора Тогда я признаю, что ты была И дождь, какая б ни была погода И август не закончится И лань из облака никак не минет город Мне сложно вспомнить, что случилось ты Еще сложней опомниться И голубь до облака плывет И канет в дым, садясь в закатом раненую голень Спасибо А вот такое искусство Словами туда-сюда Осенью в селе листья пощенячьи Льнут в пастуший шаг И зовут бежать За селом лежат божьи благодати И стоят в лесах золотые пни Солнце в эти дни Лужами глазами Провожает вдаль птичьи табуны И зевает пес Снова за грибами Его взяли в лес люди-гребуны Блин, я это стихотворение уже читал Буквально несколько передач назад Ну, к сожалению Вот, и вот продолжая тему Маршин, я сейчас быстро доведу Я молчу, пожалуйста У нас еще намечается Проезд торжественный с мотоциклами И с машиной этих победителей Кого выберем там Ты же тоже у нас в жюри Будешь тоже выбирать Вот И, господа Вот я все-таки, знаете Я решил все-таки озвучить Поскольку у нас программа Связана все-таки с премией Я все-таки озвучу Всех членов жюри Дмитрий Полковников Константин Пшенко Александр Ляпин Игорь Пинчук Сергей Балуев Боб Кошелохов Михаил Курганский Александр Вишневский Ника Сафронов Александра Невская Юрий Шевчук Антон Соя Александр Брыков Павел Бархатов Алексей Смирнов Олег Горькуш Алексей Нилов Денис Рубин Евгений Антипов Анвар Рибабов Елена Дропека Владимир Горохов Людмила Александрова Илья Жигунов Михаил Никольский Софья Старкин Арсен Мерзаев Александр Друсть Алексей Лушников Юрий Зинчук Илья Стогов Лариса Луста Влад Трофимов Юрий Арабов Мария Черняк Александр Петрушкин Андрей Миронов Мария Агапова Ирина Кашевная Андрей Чивиков Александр Никандров Константин Потапов Артем Суслов Господа Арчет Не назвал? Не Ага Борис Филиппов Еще И Ольга Король Бородюк И Арчет Это господа Члены жюри Премии Послушайте имени Велимира Хлебникова Хух Так И у нас мало времени Я быстро Теперь Все-таки Должен Я вообще засомневался Кто передачу ведет Ты веди Так ты А У нас праздничная Праздничная передача Ну да Праздничная И такая вся организаторская Закулисная И тут царит какой-то Артистический беспредел Где же шорт-лист Вот он Представляете, если еще я буду Итак, торжественно заявляем В шорт-лист Премии Всероссийской премии Послушайте имени Велимира Хлебникова В 2012 году Вошли Поэты Андрей Орловский Арс Пегас Михаил Безликий Надея Доричук Саша Бест Семен Исаев Стефания Данилова Озвучили Продолжайте Браво Браво Должен я Должен это все озвучить Я еще хочу озвучить В этом октябре От создателей театра поэт Я сегодня самолет Мне сегодня не везет Сочинить хотел о боге Женских тел клубок В итоге Я помучился еще И увидел нос прыщом Боже, дай поэту силы Сочинить Катрен Красивый А вот будете сидеть Я буду сейчас вещать бесконечно Ну что мне Вести себя вот прям как вы Прямо обрывать Я живу А вот давайте я сейчас Поведу себя как Лобимир Нет, это все плохо И сейчас надо еще вырвать листочек И начать говорить Как правильно читать Кстати, мне всегда хотелось Задать вопрос именно на эту тему Вот на вас вечно наезжают По поводу того, что Вы наезжаете на других Это достаточно оправданно Буквально в двух словах Почему вы постоянно это делаете? Потому что это самая обсуждаемая тема Вокруг Владимира Антипенко всегда Был проект, он длился два года Назывался ТВ-поэзия 2011-2012 ТВ-поэзия В этом проекте предусмотрено то Что он построен и зациклен на мне Как некой такой субстанции Которая в данную секунду Оценивает, что поэт делает Как он выступает И там было заявлено Что я имею право Перебивать и так далее И так далее И поэты, все, кто участвовал Они знали, что я это могу делать И поэтому Когда я создавал эти видео Которые вот Этих тоже можно найти в интернете Этот проект предусматривает то Что в каком-то смысле Это субъективное мое ощущение Вот той самой как бы интерактивной ТВ-программы В кавычках, да Когда ее будет смотреть Человек совершенно далекий от поэзии И если ему, на мой взгляд Становится скучно Неинтересно, что поэт Бубнит там или еще что-то Тогда, значит, встреваю я и перебиваю В общем-то так А все остальное Ну да, характер такой Да, есть такое дело Я могу высказать свое мнение Я боюсь с этим Но я вам скажу так Если человек талантливый, активный, творческий Здорово все делает Ну что, я стану перебивать? Я могу высказать свое мнение Я считаю, что Антипенко, Владимир Это главный прапорщик русской поэзии Ну спасибо Тогда как театр поэтов послушать Это... Его рота Это армия Это армия, которую проходят новобранцы Вне зависимости от пола Да, а он вот четко, если надо Где мои склады? Значит, господа А я хотел про честь стихотворения И я хотел разрушить праздничное А я еще хотел спросить даже у тебя одну вещь Ну давай читай Нет, ты давай спроси, потому что потом я разрушу праздничное Значит, господа Партнеры премии, послушайте имени Велимира Хлебникова Ну это называется «Я спросил у Артема» В 2012 году Я должен это озвучить Потому что теперь телеканал «Лот» тоже партнер премии Всероссийской имени Велимира Хлебникова В 2012 году Комитет по молодежной политике и взаимодействию С общественными организациями Санкт-Петербурга Большой гостиный двор Реа Новости Радио Петербург Газета «Невское время» Сетевой журнал «Город 812» Продюсерский центр Павла Бархатова Журнал «Авоська стайл» Журнал «Золотой червонец» Ну и, собственно, наш родной телеканал «Вот» Это вся обязательная информация, которую вы должны были выдать в эфир А Бог знает Слава Богу Нет, ну как обязательно? Для меня обязательно Ну просто я как бы должен это говорить Я же люди со мной сотрудничают Ну, все, у нас остается мало времени Вроде бы Давай, давай, стихи Хорошо У меня пока очень простой вопрос Если вот ты что-то по поводу премии хочешь добавить, то добавь Ну, премия развивается семимильными шагами Антипенко сказал однажды на канале 100 Что аналог премии Хлебникова – это Нобелевская премия И если так пойдет, то года через 3-4 мы будем на весьма приближенном уровне Ну, аналог по принципу действия По принципу действия, естественно Когда накопится столько рвения Что в автобусе ты заменишь двигатель Ты попросишь срубить тебя столь лишь выгодой Как осенью просит листвой растение Стать частью доски и попасть к ней мебелью Когда слово «расстрел» ждет за словом «медленно» А за ним только сон и вода Когда роста твоей гениальности хватит Чтоб упасть и макушкой задеть ее дом Когда скрип кровати разбудит скорее, чем сон Про такую ночную даль, в которой ее улица навсегда перешла в пустыню Пред тем, как раньше там был ее дом Когда бред довезет быстрее, чем жетон метро Когда тишина, как молния, а гром, как покой Покой, ты поедешь к ней, и ее рукой будет пахнуть все В том числе и свет Чем ты ближе, тем больше приставок сверх Тем сознание твое теплей Ты поедешь даже сквозь люки лет И ты будешь счастлив, ведь чтоб купить ей букет Ограблен немецкий банк и звонок ей в дверь Слышишь тот же звук Осознание, что в жизни не только зуд Что теперь научился легко любить А в ответ тишина, словно старый бак для белья И коленом ударит в пах В ее новой прописке не при делах Аккуратно сушащий черный лак Новый жилец по фамилии Прах Ты пойдешь, пойдешь в тот ближайший парк Ты пойдешь, почувствуешь, как легчает крест Ты пойдешь над Невой, обнаружишь пар И поймешь, и поймешь, что давно исчез Спасибо, Артем Суслов Ребята, мало времени, озвучиваю еще Значит, поскольку передача о премии Дело в том, что у нас главный приз Вот это все, картинная галерея Вот этот полет на спортивном самолете От журнала Воська И все-все-все причиндалы Может еще что-то появится Там черный ящик, где может что-то возникнуть неожиданное Все это дается одному главному победителю Триумф лауреату Который определяется по очкам То есть вот эти все члены жюри Они будут судить по десятибалльной системе Либо называют одного И ему дается 10 очков Спокойно, не надо мне на время показывать Вот Поэтому еще, значит У нас есть все-таки такие поощрительные номинации То есть у нас еще есть Эго лауреат Драма лауреат И гуру лауреат Ну, если вам, господа, интересно, что это такое В интернете вы можете это найти Набирайте премию «Послушайте» имени Велимира Хлебникова И обнаружите и положение о премии И все остальное А у меня еще вот такой вопрос Подождите, посвящать Я вас про премию спрошу Давай Так вот К вам обоим как организаторам Но больше, наверное, все-таки к Владимиру Ну, у кого есть что сказать Как может прямо сейчас До того, как премия уже будет самовручение Как может рядовой читатель или рядовой поэт Прямо сейчас в ней поучаствовать Ну, рядовой поэт, наверное, только в следующем А рядовой читатель Там интернет-голосование Да, интернет-голосование идет в интернете Можно проголосовать за Из шорт-листа, который я озвучил Также прийти 9 ноября В гостинный двор В театрально-выставочный комплекс Гостинка-арт Садовой линии Вход с Суворовского училища Только важно сказать На втором этаже Подожди, Артем Вот Начало у нас вручение будет В 7 часов вечера 9 ноября И посвящается Людмиле Заболоченное море Небосочных фосфорит Измельченным фруктом память Обреченная глядит Давит сок картонный домик Белый хвост из январей Удивительный комарик Нежно плачет дуралей Распушили фраки ивы Дерн задумался лежать Красным бантом маки встали Никуда не убежать От разломанного моря Искры бьются по воде Это лунная дорожка Заболоченная где? И печаль стремится в сердце Фиолетовые пни Заколдованного леса Раскаленные огни Говори Спасибо Да, хотел сказать, что Зрители и участники Простые люди могут проголосовать Только за нет-лауреата Да, понятно, да Значит, господа Сегодня у меня были Владимир Антипенко, Артем Суслов Ищите нас в интернете Участвуйте в премии Приходите, смотрите Голосуйте, радуйтесь До встречи в следующий раз Ура! Пока! Пока!